Всем привет! Это Индиана и выпуск новостей от журнала «Я покупаю» о звездах и не только. Мы следим за мировыми новостями в течение недели, чтобы рассказать вам все самое вкусное и захватывающее. Сегодня в выпуске. Кейт Миддлтон пропала, а ее новые фотографии считают фальшивкой. А на Оскаре показалось голое тело. Киркоров, кажется, окончательно отошел от последствий голой вечеринки. А и объявлена победительница конкурса «Мисс Мира-2024». Подробнее расскажем далее. А пока поставьте лайк этому видео и поделитесь ими с друзьями. Вы уже наверняка слышали новость о том, что в Янбаре Кейт Миддлтон была срочно госпитализирована. По сведениям дворца, принцесса перенесла операцию на брюшной полости и сможет приступить к работе не раньше конца марта. С тех пор никаких сведений о здоровье Кейт не было. Поклонники принцессы ждали вестей хотя бы о том, что принцесса идет на поправку и с ней все действительно в порядке. Но дворец упорно молчал. Сторонники теории заговора должны оставить принцессу в покое прямо сейчас. Потому что есть причина, по которой о ее здоровье пока не говорят. Подобный комментарий, конечно, только усугубил ситуацию. Начались слухи о том, что Кейт в поме. Кажется, принцесса читала все это и закатывала глаза. И в конце концов решила положить конец этим инсинуациям. В сети появилось фото, где она едет в машине со своей мамой за пределами Виндзоровска замка. Но, как говорится, обезумевшую толпу уже было не остановить. Она не похожа на Кейт. Почему очки закрывают половину ее лица? Как не волноваться, даже если ее муж, принц Уильям, отказался отвечать на вопросы о здоровье жены, когда посетил праздник Уэльси. А также он не появился на поминках своего крестного отца, короля Константина, по личным причинам. Хотя его присутствие было давно запланировано. Далее. 10 марта появилась первая фото Кейт Миддлтон после операции с детьми. Где принцесса поблагодарила всех за поддержку и сказала, что идет на поправку. Но СМИ уверены, что это фейк? Журналистов смутило неестественное положение рук принцессы Шарлотты, словно прифотошопленная юбка, размытая голова самой Кэтрин и отсутствие колец на пальцах, без которых она ни разу не появлялась даже на домашних снимках. Общественность склоняется к тому, что фотография вообще собрана из разных снимков, а лицо Кейт вообще взято с обложки ВОК 2016 года. Крупные инфоагентства отказались публиковать фото на своих страницах, так как не уверены в его подлинности. Они запросили у дворца комментарий по этому поводу, но, естественно, никаких комментариев они не получили. Через некоторое время после подозрений Кейт вновь выходит на связь, но уже через официальные социальные сети королевской семьи. И извиняются, мол, ребят, использовала фотошоп, с кем не бывает, простите, больше не буду. Выглядит все это, ну, очень странно, но вот вы сами верите, что сама Кейт Миддлтон будет сидеть и редактировать свои фотографии. Ну, бред ведь. Далее появляется еще одно новое фото, где Кейт Миддлтон якобы выезжает на машине с принцем Уильямом. Особо внимательные читатели заметили, что кирпичная стена за головой принцессы другого цвета, и фактуры будто ее голову прифотошопили. Вот он опять фотошоп. Меган Маркл призывает вступиться за Кейт, помочь ей выйти из этого положения вместе. Ведь Меган всегда ратует за поддержку женщин, но, видимо, она не будет этого делать. Следующая новость, хоть и не связана напрямую с Кейт, но навевает неприятные ассоциации. Ночью, накануне 10 марта, в ворота Букингемского дворца врезается машина. Фото сделали только утром, причин аварии не называют, а водителя доставили в больницу. Интересно, чем же закончится эта история, и что происходит на самом деле с Кейт Миддлтон? На момент выхода этого выпуска, 19 марта, в сети появились кадры с Кейт. Кажется, с ней все в порядке, несмотря на то, что в соцсетях уже успел зародиться тренд «Где Кейт?». Тем временем абсолютным фаворитом 96-й премии «Оскар» стал фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер». Он вышел вперед сразу в 13 номинациях, и в итоге Киллиан Мерфи, сыгравший самого «Оппенгеймера», получил статуэтку за лучшую мужскую роль. Кристофер Нолан стал лучшим режиссером, а «Оппенгеймер» лучшим фильмом. На этой же премии Эмма Стоун получила «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме «Бедные несчастные». Это фильм 2023 года режиссера Йоргеса Лантимаса. Черная комедия в жанре стимпанка, которая получила призвание к критикам и однозначно рекомендована к просмотру. Это во второй «Оскар» за карьеру Эмма Стоун. Первая она получила за лучшую женскую роль в фильме «Ла-ла-ленд». Со сцены она пошутила, что ее платье порвано, потому что она зажигала под песню Райана Гослинга. Наверное, многие успели увидеть его фееричное выступление в розовом сверкающем костюме. Актер исполнил песню «I'm just can» из фильма «Барби», и видео и фото быстро разлетелись, а сам Райан, как всегда, был великолепен. Номер сравнили со знаменитым выступлением Мэрилин Монро в фильме «Джентльмены предпочитают блондинок». Так что я очень понимаю эмоции Мустоу. Но кроме Райана Гослинга, всеобщее умиление вызвал пес Месси из фильма «Анатомия падения». Несмотря на то, что организаторы изначально были против собаки на Оскаре, в итоге милашка заняла свое почетное место в зрительном зале. Собак и на Оскар пускают, а вот Сергей Косенко с женой, по слухам, в социальных сетях не смогли попасть на превечеринку Оскара. Помните того самого, который кинул двухмесячного ребенка в сугроб ради хайпа? Так вот, их просто развернули на входе. Сергей пытался показать скрины, что якобы Виктория Боня сделала для него пригласительной. Но это, понятно, не сработало. Да и Боня перестала отвечать на звонки. В итоге парочке удалось сфотографироваться с Мэттью МакКонахи. По пабликам разлетелись неловкие фото и видео, как они практически присосались к актеру, чтобы сделать селфи. Но на этом зрелищные события не закончились. Для объявления победителей в номинации «Лучший дизайн костюмов» вышел голый актер Джон Сина со словами «Костюмы? Они так важны? Лучшие примеры важности одежды и не придумаешь». А победители номинации, кстати, уже вышеупомянуты «Бедные несчастные». Также после Оскара состоялась автопати, которую организовало издание Vanity Fair. Звезды были одеты, кажется, даже лучше, чем на церемонии. Мне особенно понравился наряд Марго Робби, переливающийся боди из архивной коллекции Мюглер весна-лето 1996 года. Отдав много сил и времени фильму Барби, но так и не получив ни одну номинацию в Оскаре, она решила попрощаться с ванильными аутфитами. А также хочу выделить утонченное черное платье на Хантер Шафер, полупрозрачное кружево на Дженнифер Лоуренс, кстати, тоже из коллекции 1996 года, но уже живанши. Тенденция на осознанное потребление не обошла стороной Сиднис Уинни. Для красной дорожки она выбрала атласное платье Марк Бауэр, в котором была Анжелина Джоли на Оскаре в 2004 году. На ком, по-вашему, смотрится лучше? Пишите ниже. Эффектно вышли на дорожку Кайли Дженнер в своркающем платье и Эмили Родаковский в компрометирующем платье от Джак Мюс. Эмма Чемберлин с открытым декольте и Кендал Дженнер в гранж в женственном наряде от Джона Гальяна. Это, кстати, кутюрное платье Мизон Маржела, которое трепетно и по деталям собирала команда для Кайли. Также наблюдать за процессом – одно удовольствие, а платье вызывает один восторг. Филипп Киркоров, кажется, нашел способ избежать отмены. Шутки про «Не ту дверь» прозвучали и на вечеринке по случаю дня рождения Кати Гусевой. Не знаю, сколько еще можно обсуждать эту тему, я бы на его месте эти шутки уже давно забыла. И, наконец, объявлено имя победительницы конкурса «Мисс Мира-2024». В этом году участвовало 115 участниц из разных стран. Из России, естественно, никто не поехал. Ну и первое место заняла блондинка Кристина Пышкова из Чехии. Но у девушки не только красивая внешность, с работой модели она совмещает учебу на юридическом факультете Карлова университета и уже имеет две научные степени – в области права и делового администрирования. Кристине всего 24, а она уже освоила 4 языка – польский, английский, словацкий и немецкий. Она активный волонтер, играет на флейте и скрипке, рисует картины маслом, увлекается конным спортом и недавно участвовала на неделе моды в Париже. В общем, титул Пышкова получила не только за красивую внешность, а действительно заслужила. Это был выпуск новостей от «Я покупаю» о знаменитостях и не только. С вами была я, Индиана. И если вы хотите нас поддержать, то обязательно ставьте лайки этому видео и подписывайтесь на наш телеграм-канал. Ссылка в описании. Субтитры создавал DimaTorzok